Ну что, вот я и вернулся из Чикаго Блин, честно, я даже не ожидал Стоило мне только уехать на одну неделю И меня просто шквал завалил вашими письмами Я серьезно, я уже не знаю, что с ними делать Ну, я шучу Мне цифровые письма приходят, не бумажные Но скажу еще раз вам Большущее спасибо за доверие Вы продолжаете присылать свои работы И я решил так, что надо немножко отдохнуть от наших путешественников Совсем чуть-чуть И пройтись по вашим работам Короче, это будет очень интересно Погнали! Итак, перед тем, как мы приступим к обзору ваших работ Я бы хотел напомнить, что у вас есть прекраснейшая возможность Выиграть стабилизатор для мобильного телефона И все, что вам нужно, это нажать кнопку подписаться Так что немедлите и вперед Ну и первую работу нам прислал Владимир Вейс Давайте же посмотрим, что это Итак, как вы видите, это лендинг-страница Барбершопа И порой, честно, я когда смотрю на все эти Лорем Ипсом Мне становится грустно Ведь сколько работ не выйдут в свет Я имею в виду, сколько людей не увидят эти работы И это все делается исключительно для того, чтобы создать свою портфолио Я не скажу, что это плохо Просто обидно, что такие работы не появляются в интернете В целом, мне здесь нравится структура Мне нравится, как оно все выглядит Единственное, за что я бы наругал это Старайтесь, если... Самое простое Хотя бы иконки Хотя бы иконки Использовать, делать их векторными То есть сейчас они у вас растровые И это плохо, и это влияет на качество Даже если вы для портфолио делаете эту работу Все равно тренируйте себя И старайтесь по максимуму всегда вставлять в векторные объекты Потому что в этом случае сайт будет выглядеть Если он все-таки воплотится в жизнь Будет выглядеть намного лучше Но первое замечание, которое у меня есть по этому сайту Это то, что он сделан не по сетке Хотя вы сетку использовали Радует одно, что вы хотя бы по краям Следовали правилу сетки Но далее вы эти правила абсолютно не соблюдаете И здесь, кстати, это очень хороший пример Что все-таки стоит придерживаться настроек сетки Не забывайте на нее Потому что во время процесса разработки К сожалению, программисты отталкиваются именно от сетки И вам нужно придерживаться этих условий Это очень важно Что еще я хотел сказать по поводу структуры самого сайта У вас очень большие пробелы То есть как для портфолио это очень хорошо Но как для реальной ситуации жизненной Я не скажу, что это здорово Очень много теней Это больше фишка, я понимаю Но, например, я бы в разделе Hero Я бы убрал тень Она выглядит более чисто И вот я смотрю, у вас это идет серая полоса Она прям сквозь абсолютно все Но она какой-то такой тяжести добавляет И я бы, например, предпочел убрать эту полосу И как видите, уже становится намного чище Соответственно, контент можно будет пододвинуть этот вверх слегка То есть чтобы оно было более целостно, плотно И поиграться Как по мне, вот такой светлый вариант намного лучше Но опять-таки это на любителя Так что еще раз спасибо, Владимир, что вы прислали свою работу И давайте же перейдем к следующей работе Посмотрим Ну а смотреть мы будем на работы Dench Да, такое имя Он мне прислал даже сообщение Написал Евгений, привет Чисто гипотетически по этому небольшому портфолио взяли бы на работу И давайте же посмотрим на это портфолио Я вам скажу, что 100% бы взяли Вообще Когда выглядит даже чистый дизайн Несмотря на то, что у вас не так много работ У вас у самого должен быть внутренний оптимизм Не надо думать, что типа, блин, меня не возьмут Или еще будут какие-то проблемы Когда вы будете подаваться на работу Помните о главном То, о чем меня вот с прошлого выпуска уже просят Я обязательно запишу это видео Сделайте свое красивое неповторимое портфолио Которое, скажем, когда человек открывает Он бы сказал Вау Вау Все Достаточно вот просто вот этих вот трех букв В, О, В, Вау Знаете Поэтому Когда вы производите впечатление на работодателя Я думаю, что с этим проблем не будет Так вот Мне, конечно, тяжело судить Сейчас по вот такому минимальному количеству Работ Денча Поэтому здесь сделаем исключение Скажу Придраться не к чему, наверное, за Ну Не к чему здесь придраться Единственное, может, то, что я заметил Это вот в этих вот работах Не понимаю, зачем вот здесь вот вы сделали перенос на две строки Но, возможно, это какая-то фишка И еще мне почему-то кажется, что если я начну смотреть на мобильном телефоне этот экран То шрифты будут, ну, очень мелкими Мне кажется, вот Вы использовали здесь, я не знаю, какой Четырнадцатый шрифт И видно, что вы рисовали не один к одному А, скорее всего, два к одному То есть в 2x А помните Это тоже очень важное правило Всегда нужно рисовать только в 1x Это прям золотое правило дизайна Откройте любую программу Например, если вы собираетесь делать дизайн для iOS-приложения, как здесь Любая программа вам сразу по умолчанию предложит создать артборд Который будет по ширине 375 или 320 пикселей И вы думаете, блин, что ж так мало Но вот это вот как раз-таки базовое разрешение этих вот артбордов И уже из них вы генерируете, экспортируете картинки там для программистов Например, экспортируете в 2, в 3, в 4x Потому что если вы будете рисовать в 2x, например, или в 3x Вы потом в конце по итогу запутаетесь Потому что когда вам из 3x надо будет сидеть, калькулировать в голове Как вам уменьшить картинку, чтобы отдать программисту Ну, сами понимаете, это глупость Поэтому лучше всего всегда все работы делать в 1x 1x То есть один к одному Так, ну и третий участник, который прислал свою работу Его зовут Дмитрий Кириченко И я, наверное, вот с этого эпизода начну читать ваши сообщения То, что вы пишете мне в письмах Мне кажется, это логично, скажем Тогда будет понятен ваш мотив, почему вы прислали свои работы мне на обзор Так вот, Евгений Кириченко написал Хотелось бы узнать, как получить работу дизайнера в США Как сам туда попал и, собственно, как тебя нашли Спасибо, нравится твое творчество, фото особенно Вот, кстати, у меня там фото собачки Можете переходить на Инстаграм, если что, зафоловить Но теперь вернемся, Евгений, к вашему вопросу Как получить работу дизайнера? Надо просто постоянно что-то рисовать и делать это качественно И, в принципе, с поиском работы у вас, с нахождением работы у вас проблем не возникнет Как сам туда попал и, собственно, как тебя нашли? Не поверите, история простая Я не помню, рассказывал ли я в самом первом видео Но я просто публиковал свои работы на Behance И мне начали писать личные сообщения Три года, четыре года назад это было почему-то очень популярно Когда начинаешь что-то публиковать, у тебя сразу появляется какая-то активность У тебя люди пишут И мне стали писать И написали из Сан-Франциско Одна компания, которая попросила меня сделать редизайн Их приложение для доставки еды Именно для водителей То есть оно было для Android-планшетов и для iPad Собственно, я сделал редизайн Им очень понравилось И они заключили со мной контракт На котором я работал практически два года И после чего я уже получил вызов в Штаты от этой компании После того, как ее поглотила компания Yelp Поэтому, не знаю, пробуйте, старайтесь Я думаю, что здесь даже неудача Просто работайте над тем, что вам нравится все время Делайте что-то одно хорошо И, значит, теперь перейдем к вашим работам, Евгений Я смотрю, вы дрибл, но, видимо, только получили инвайт У вас одна работа Издалека выглядит все симпатично Но по одной работе сказать тяжело Поэтому я перейду, наверное, к вашему Behance аккаунту Я вижу, что вы его активно поддерживаете У вас, на самом деле, большая активность на этом аккаунте И, ну, выглядит даже вот по превьюшкам Выглядит очень все классно Но я начну, так как я, в принципе, занимался долго приложениями по еде И делал не раз такие дизайны Я, наверное, первым делом открою вот приложение, опять-таки, значит, для еды По доставке еды Выглядит все здорово Вы понимаете, то есть я уже ознакомился с вашей работой до этого Я уже знал, что я хочу выбрать И, значит, начнем с логин вот этих вот скринов Я здесь кое-что заметил Оно, знаете, как невооруженным глазом, может быть, и не заметишь Но мне кое-что бросилось в глаза А именно на вот этой вот, где sign-in у нас Где у нас логин У нас нет переключателя, как здесь Have account или don't have an account sign up Но у вас почему-то это и есть там, где вы забыли пароль У вас на sign-in должно быть и забыли пароль И если нет аккаунта, то зарегистрируйтесь А тут, где у вас forgot your password У вас может быть sign up А может быть или просто вернуться назад Потому что, ну, я, к сожалению, не вижу Может быть, там добавили где-то стрелочку, как вернуться назад Но я, по крайней мере, этой опции здесь вот на краешке не вижу Иконки outline мне нравятся, все хорошо Но у меня очень большой вопрос вызвал именно вот этот скрин Он выглядит нереально перегруженным Как в плане иконок, так и в плане типографики Что-то с ним не так Во-первых, здесь у вас выравнивание по левому краю идет И непонятно, почему у вас именно сами комментарии сдвинуты чуть в сторону Не очень понятно Очень текст сплющен Здесь, мне кажется, этот текст настолько маленький Что его на мобильном телефоне будет, ну, просто нереально прочитать Также поиск, у вас, вы прям не даете продохнуть контенту Он настолько плотно сжат, что прям не знаешь, куда смотреть И, ну, это как бы вот одна из таких основных проблем Не бойтесь добавлять воздуха в свои работы Вы никого этим не напугаете Это во-первых Во-вторых, все равно люди будут скроллить вниз Если для них эта информация нужна Это где-то раньше давно писали Что из 100% посетителей сайта Только из них там 18 или 15% Начинают скроллить вниз и смотреть, что происходит Это все вранье На самом деле процент намного больше А, извините меня, когда голодный человек хочет заказать себе еду Он по-любому будет скроллить вниз Куда бы вы ни подумали То есть, ну, все нормально Не бойтесь добавлять больше воздуха в свои работы Потому что, например, домашняя страничка выглядит довольно симпатично Я не уверен, но это, в принципе, ваша фишка Вы выбрали здесь по краям широкие отступы Я тоже люблю широкие отступы Поэтому здесь вопросов у меня вообще никаких нет Что касается самого профиля Вот здесь вот возникает небольшой вопрос Я, например, не понимаю, почему Где же оно? Активити у вас вот здесь И здесь дата Почему они так далеко друг от друга? То есть, если вы хотели указать Когда последний раз человек заходил, пользовался приложением То логичнее дату эту поставить под активити Или прямо возле активити То есть, по центру хотя бы выровнять Только так Вот Другой нюанс То, что меня волнует Очень маленький шрифт Этот большой шрифт Этот еще больше Этот чуть меньше Этот еще какого-то другого размера Опять Вам нужно четко всегда Стараться придерживаться Heading rules Чем меньше размеров шрифта вы используете Я, наверное, в каждом это видео буду говорить Чем меньше вы размеров шрифтов используете в своих дизайнах Тем более профессионально они выглядят То есть, вам нужно прибегнуть к правилу headings Их всего 5 или 6 То есть, H1, H2, H3, H4, H5 Допустим H1 вы себе ставите Это у меня будут только, например, тайтлы, заголовки H2 это у вас будет, например, сабтайтл То есть, подзаголовки H3 это, как правило, идет уже body text То есть, именно сам текст контента H4 это может быть какие-то вот маленькие такие штучки Как вот здесь у вас, например, рейтинг 5.0 То есть, всегда продумывайте типографику Это невероятно сильно влияет на контент Серьезно То же самое касается и вот этой вот странички Dishes Значит, у вас текст очень мелкий К сожалению, лор и микс А межстрочные пробелы, но очень большие И, скажем, опять-таки, это плохо То есть, вам нужно следить И я вот вижу, что пока Самая основная такая проблема Это типографика Хотя, как я уже говорил опять во всех предыдущих видео У большинства людей проблемы с типографикой Это нужно время, чтобы осознать Я допускаю до сих пор ошибки по типографике Это очень тяжело Очень тяжело, скажем, удержаться И быть последователем Безумно тяжело Значит, следующая работа Очень круто В тренде Я надеюсь, что настоящая Ну, выглядит вроде как настоящая Я имею в виду, где-то сайт должен быть опубликован Вот здесь мне очень нравится Красиво подобраны цвета Красиво сделаны аутлайн, иконки Все в одном стиле Формы, вот эти инпуты в стиле материал дизайн Все очень здорово Тут вот здесь хорошо Даже по типографике ничего плохого не могу сказать Потому что здесь она нормальная То мобильное приложение вы, видимо, делали намного раньше Когда еще, скажем, только познамали мир типографики и дизайна Ну и, наверное, Евгений, последнюю работу, которую я разберу Опять она будет касаться по еде Но я вижу, что это мобильный дизайн И, так, я вижу, что это приложение в стиле материал дизайн Но под iOS И мне все нравится Но есть один нюанс Я не совсем понимаю, почему вы сделали, скажем, акцент на кнопке «Домой» Мне это непонятно Но, видимо, вы преследовали какие-то скрытые мотивы И вы, наверное, сейчас уже об этом знаете Я понимаю, эта работа, наверное, не самая новая Но все равно Я бы хотел сказать Это тем, кто смотрит это видео Сейчас, скажем, идет такая борьба по поводу боковой навигации Навигации и нижней навигации Что же лучше использовать И ходит такое мнение, что желательно, конечно, использовать все-таки нижнюю навигацию Потому что человек тогда в два клика может добраться до чего угодно Точнее, даже в один клик А в плане боковой навигации Всегда человеку надо сперва нажать на кнопку «Меню», а только потом выбрать то, что он хочет То есть это один дополнительный клик А считается, что успехом можно достигнуть в своем приложении Если, скажем, человек достигает цели меньше, чем в три клика Поэтому боковая навигация здесь, в принципе, было бы интересно переиграть Грубо говоря, у вас здесь есть дашборд, адрес, платежные карты, гифт-карты Помощи, ответы на вопросы, настройки Все это легко вмещается в профайл То есть, в принципе, в профайле можно сделать дашборд Там же добавить разделы адрес, платежные карты, подарочные карты Сеттингс, поставить верхнюю навигацию И все, будет круто Вообще интересно Но опять вижу маленькие шрифты Но в целом, да, особенно здесь В общем, Евгений, я вижу, что в последних работах вы исправили свои мелкие шрифты Но в старых работах они еще присутствуют И я думаю, вы знаете, что делать Поэтому хочу вам еще раз сказать спасибо огромное, что присылаете свои работы Не забывайте их присылать вот на этот ящик И хочется пожелать вам быть более креативными И делать то, что вам нравится Читайте больше информации по поводу дизайна Я вам рекомендую Medium.com Это блоговая такая платформа Где разные дизайнеры из Сан-Франциско Да и вообще по всему миру Публикуют безумно интересные статьи И разные, скажем, способы работать Со скетчем, с фигмой, с чем угодно Это очень круто и здорово И вообще, я уже честно жду не дождусь Когда мне начнут присылать работы Те, кто уже попробовали InVision Studio На самом деле, такая многообещающая программа Но, к сожалению, пока еще довольно глючная Я вот недавно только получил доступ к бета-версии В любом случае, еще раз Спасибо, что смотрите И увидимся с вами уже в следующих видео Пока! Субтитры сделал DimaTorzok